Годовые итоги и перспективы развития сельского хозяйства в Тверской области рассмотрели в региональном правительстве. Насущные вопросы с аграриями обсудил губернатор Игорь Рудыня. Подробнее расскажет Наталья Чекет. Этот год для агрария в Верхневолжье выдался удачным. По итогам уборочной кампании достигнуто рекордное за 16 лет урожай на зерновых и зернобобовых. Увеличился сбор картофеля, объемы заготовки кормов и площадь озимого сева. Рекордные урожаи зерновых. По ржи больше 80 центнеров, по озимой пшенице 70, по яровой 50. По картофелю тоже беспредельный урожай, но во всей стране. Урожайности 50 и 60 тонн. По цифрам урожая все очень неплохо. В Тверской области развивается первичное семеноводство картофеля. Этим занимается аграрий в Торопецком муниципальном округе. Здесь производят мини-клубни картофеля. У нас очень интенсивно происходит развитие кампании. Мы молодая. Мы начали буквально в 2018 году. Постоянно масштабируемся. Относительно прошлого года мы удвоились. В следующем году, скорее всего, мы утроемся по производству мини-клубней. Вся статистика по картофелю происходит в тоннах. То мини-клубни — это элитные семена, которые продаются поштучно. У нас сотни тысяч мини-клубней мы продаем. В этом году в регионе ввели новые и расширили уже действующие меры поддержки агрария. В частности, это стимулирование производства картофеля, овощей и молока, увеличение площадей под посев озимых культур и покупку сельскохозяйственной техники. Глава региона отметил, что средства государственной поддержки до предприятий отрасли должны доводиться максимально быстро и до начала проведения сельскохозяйственных работ, а не после их завершения. Такая задача поставлена перед региональным минсельхозом. Во всех программах участвуем, в которые мы по критериям определенным, если мы попадаем, мы обязательно участвуем. Это и студентов поддержка, и производство молока, элитное семеноводство, поддержка племенного дела. У нас наше хозяйство является племорепродуктором по ярославской породы коров. Основные направления развития в сфере агропромышленного комплекса Тверской области – введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличение выпуска продукции в растеневодстве и животноводстве. Есть большие возможности по кооперации привлечения новых инвестиций, развития уже действующих предприятий. И, конечно, ключевую роль тоже играет позиция глав муниципальных образований, как они у нас стимулируют либо развитие действующих предприятий, либо приход новых предприятий для того, чтобы можно было обрабатывать землю, которую мы хотим ввести в оборот. На встрече говорили о ремонте дорог, которые используют аграрии, газификации сельских поселений, обновлении техники, а также привлечении молодых специалистов в отрасль. В этом году мы привлекали школьников. У нас школьники работали неплохо, вообще, скажем так, молодцы ребята. Некоторые просто, наверное, хотели посмотреть, что это такое сельское хозяйство, а некоторые работали, причем с большим удовольствием, и мы остались очень довольны этими ребятами. В этом году это уже третья встреча главы региона сельхозтоваропроизводителями. Подобное общение и обсуждение актуальных вопросов развития сельского хозяйства, по мнению Игоря Руденя, помогает принимать необходимые решения по оперативным и стратегическим вопросам отрасли. Продолжение следует...